Добрый день, дорогие друзья! Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о вашей компании. Она во многом уникальна, наверное, на нашем рынке и входит в одни из лидеров среди IT-компаний России. С одной стороны, с другой стороны, там много самых разных производств и неокр есть. Наша компания занимается очень многим, имеет очень разностороннее направление бизнеса. Но если вкратце рассказать, немножечко в историю вернемся, то компания начала свою деятельность в 1960 году. Она представляла собой специализированное конструкторское бюро, которое занималось средствами автоматизации и телемеханизации для магистральных трубопроводов. На сегодня это одна из крупнейших компаний, компания ТЭК, которая занимается производством систем автоматизированных управлений, которая производит оборудование метрологическое, которая производит диспетчерские системы и занимается внедрением САП для Газпрома, а также развиваем практику 1С. Это 5 тысяч сотрудников, это 3 производственные площадки в разных регионах России. Из 5 тысяч сотрудников мы имеем более 500 высококвалифицированных специалистов по автоматизации. Наша компания попала в топ-3 по версии CNews крупнейших IT-компаний. Это если вкратце, в принципе детально можно будет ознакомиться по нашей компании в этом буклете. Хотели передать, чтобы гости не с пустыми руками. 56 лет успеха. Здорово. На самом деле очень бы хотелось более подробно про IT-опыт вашей компании. Передача называется IT-директор, поэтому очень хотелось именно про эту область вашей деятельности. Может быть Евгений чуть подробнее нам расскажет. Как автоматизаторы подошли к автоматизации, как организовали свою IT-службу? Три года назад мы подготовили стратегию развития информационных технологий и двигаемся по ней. За это время наша внутренняя IT претерпела существенные изменения. Мы стали значительно лучше, стали примерами для многих. реорганизация коснулась всех элементов IT-платформы, как IT-инфраструктуры информационно-управляющих систем, так же и IT-управления. В настоящий момент у нас в компании выделена служба информационных технологий. В рамках нее подразделение. Разбиение на подразделение произведено согласно процедурам, процессам IT и структуре IT-платформы. Выделены отделы системного администрирования, технической поддержки, информационной безопасности и практика IT, занимающаяся внутренними и внешними проектами. Евгений, а какие цели ставились перед IT-структурой? Почему такие были изменения? Бизнес что требовал? Когда три, уже почти четыре года назад, ровно четыре, я думаю, мы пришли в «Газпром Автоматизация» с новой командой, к сожалению, были замечания к существующей внутренней IT. Они касались всех областей, как управления IT, прежде всего, IT-инфраструктуры, было множество замечаний и к сетевой архитектуре, и к серверной, вычислительной, к инженерным средствам, так и к информационно-управляющей системе. К сожалению, на тот момент были автоматизированы исключительно бизнес-процессы, регламентивный учет и материально-техническое обеспечение. Этого было недостаточно для того, чтобы эффективно управлять компанией. Соответственно, одной из первых задач, которую поставило нам руководство, это было приведение IT в необходимое состояние, чтобы оно полностью соответствовало потребностям бизнеса, и, соответственно, автоматизация бизнес-процессов для того, чтобы повысить в целом производительность труда. Вот такие задачи были перед нами поставлены, они были сформулированы в общем виде и детализированы в рамках нашей IT-стратегии. Как, Дмитрий, вы считаете, удалось добиться этих поставленных задач? Да. Все, наверное, задаются вопросом, почему я, да, и почему нет такой вопрос, но я хотел бы объяснить это со стороны пользователя, да, потому что вопрос был, что бизнес требует. Вот как раз со стороны бизнеса требования были очень просты и понятны. Это должна быть определенная отказоустойчивость, прежде всего, дальше это должна обеспечена быть информационная безопасность, дальше должна быть большая возможность обработки данных, их анализ. Ну, и очень важно, это сильные компетенции по всем направлениям IT. У себя внутри прямо. Совершенно верно. И так как, я думаю, такая вот практика в бизнесе сложилась, что локомотивом в компаниях по автоматизации выступает именно направление финансовые и экономические службы. Поэтому непосредственно подчинена служба мне на сегодня и все эти процессы, о которых говорил Евгений, да, непосредственно участвовали и наши все управления. И мы выступали основными заказчиками по системе внутренней автоматизации. А показатели были какие-то измеримы, вот были какие-то цели, которые нужно было достигнуть за определенный период, повысить достоверность данных или их доступность, например, чтобы провести процедуру быстрого закрытия или быстро получать управленческий учет онлайн. Вот какими-то можно показателями поделиться? Прежде всего, это скорость нужна была, да. То есть, если касается документов оборота и предоставления учетности, то скорость измерялись днями. Поэтому мы хотели ускорить все процессы буквально до часов и до минут. А некоторую информацию мы должны получать в режиме онлайн. Так как мы находимся все-таки в высококонкурентной среде, поэтому конкуренция требует оптимальных принятий решений в очень сжатые сроки. Поэтому такие были сдачи поставлены. И да, мы достигли в этом определенных успехов. Получаем отчеты все в режиме онлайн еще и с возможностью удаленного доступа. Так как у нас очень большая разветвленная филиальная сеть, 14 дочерних обществ, которые находятся в разных регионах России, то, в принципе, это была такая вот задача. И на сегодня, да, она измерима нам, понятно. А вот, вы говорите, многофилиальная структура. Сколько регионов всего? Сколько часовых поясов у вас для управления? Вот система управленческая, наверное, очень масштабная получилась. Ну, в основном, это, конечно же, центральный регион, это Саратов, да, изменение часового пояса. Это по Калининграду мы чувствуем, ну, там небольшие движки. Это Москва. Но также у нас есть серьезные проекты, которые мы ведем и на Дальнем Востоке. Также мы ведем в Омске большие проекты. Ну, поэтому география очень широкая. Почти вся наша большая страна. Совершенно верно, да. То есть, если так рассказывают, то, по сути, да, от Запада до Востока охват мы имеем такой. И сколько же пользователей информационных систем во всех филиалах в сумме сосредоточено? Ну, могу точно сказать, это более 1200 активных пользователей в системе. Поэтому и еще это как-то увеличивается постоянно, так как процесс у нас идет автоматизации постоянно, подключаются другие процессы и, соответственно, и другие пользователи. У меня вопрос уже давно назрел про команду, да, потому что пришла новая команда. То есть, какие требования команды? Что наиболее ценное в работе с вашей командой? Вот поделитесь, пожалуйста. Если можно, я начну. Так как уже формированием подразделения занимался я непосредственно, да. То есть, в принципе, там можно начать с Евгения, который является доктором физико-математических наук. На сегодня это тоже люди специального толка, со специальными способностями, умениями, компетенциями. Поэтому, ну и, соответственно, подбор велся, глядя на, кажется, нашу звезду. Поэтому это люди высокой квалификации прежде всего. Ну и основной момент, конечно, мы уделяли это такому вот единому целеполаганию. То есть, люди должны прежде всего быть требовательны к себе, к своим задачам и к своему рабочему месту, и к тем задачам, которые мы перед ними ставим. Поэтому правильный вопрос очень. То есть, мы подбирали, не формировали ни отдел, ни подразделение, ни службу. Мы формировали именно команду. Не быть командой, да? Да. Постараюсь дать некоторые детали. Многие из нас — это выходцы из известных интеграторов, в том числе и из самой фирмы 1С, где мы делали тиражные флагманские продукты управления производственным предприятием строительной организации комплексной автоматизации. Многие из наших сотрудников выполняли ключевые роли на проектах автоматизации в Росатоме, Газпромнефти, почти России. Ну а по поводу подбора персонала, как мы это делаем, мы ориентируемся на топ-2% лучших специалистов в отрасли. Соответственно, статистика наша говорит о том, что, например, из 400, откликнувшиеся на нашу вакансию, например, на программиста 1С, у нас в конечном итоге нанимается один человек. Один на 400? Один на 400, да. Это серьезное у вас программистное место. Да, совершенно верно. Это связано в том числе с многоступенчатой процедурой отбора, с заочными-очными тестами, с собеседованиями. В том числе мы используем самые современные практики HR-специалистов, например, методики собеседования по компетенциям от тренингового центра KPG. Благодаря этому наша команда всегда остается на необходимом уровне. Если говорить немножко подробнее про IT-специалистов, то, как правило, они имеют другие таланты, не только в области IT. Многое узнаешь, например, на тимбилдинге. Пару недель назад мы совершили непростой велозаезд. Иваново плюс Кинишма, плюс 12, дождь, бездорожье. Ну и в процессе таких мероприятий узнается много нового. Например, что кто-то призер соревнований по единоборствам, кто-то КМС, кто-то фитнес-тренер, у кого-то родственники, дедушка-профессор, дядя-академик и так далее. Многое интересного. Ну а если говорить про численность нашей команды, то в практике 1С у нас работает 33 человека. В других подразделениях, ориентированных на внутренней IT, как в головной компании, так и в дочерних обществах, это порядка 40 человек. Евгений, а вот вы подбираете таких звезд. Но, наверное, нужны сотрудники не только со звездными характеристиками, не знаю, там настраивать отчего-то, еще что-то. Или же вы как-то распределяете эти задачи по звездам. Вот как вы эту проблему решаете? Совершенно верно. Мы подходим к задаче подбора персонала рационально. То есть есть направление, которое требует особых компетенций в области разработки и внедрения. Это те самые топ-2%. Есть специалисты, от которых требуется надежность и усидчивость. В том числе это техподдержка. Это некоторые программисты, которые заняты развитием внутренней информационной системы, то есть может быть непроектной деятельностью. Да, к ним требования немножко пониже в части компетенций, но все они набраны с прицелом на рост. Все эти люди надеются вырасти из техподдержки в аналитиках, из разработчиков, архитекторов и так далее. Что, собственно, мы стараемся обеспечить. У меня именно такой был вопрос. Какие перспективы роста и много ли у вас осталось людей в команде, которые с вами вместе пришли? Ну то есть они все сохранили лояльность компании, они выросли. Да, можно сказать, что костяк команды остался прежним. То есть все ключевые позиции, все руководящие должности заняты теми людьми, которые пришли в первый год вместе с нами. Да, происходит смена, так скажем, исполнителей, но все это делается согласно нашим процедурам, так что не в ущерб бизнесу. Хотелось бы еще поговорить о проекте вашей комплексной автоматизации. Вы получили награду фирмы 1С за лучший комплексный проект, потому что у вас очень большое количество информационных систем, и они все объединены. И как вот специалисты справляются с их развитием, с поддержкой. Дело в том, что понятно, что можно использовать одну платформу, но все равно есть вопросы интеграции и организационных работ. И, уважаемые телезрители, об этих всех вещах мы с вами поговорим после небольшой рекламной паузы. Пожалуйста, оставайтесь с нами в эфире программа «АйТи-Директор». Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире продолжается программа «АйТи-Директор», ее ведущие Алексей Нестеров и Валерия Шлинкова. Добрый день, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях компания «Газпром Автоматизация». Ее представляет Дмитрий Никончук, заместитель генерального директора по экономике и финансам, и Евгений Гафаров, руководитель проектов 1С. Добрый день. Добрый день. Дмитрий, вот в первой части передачи мы поговорили о вашей компании. И сейчас уже переходим, собственно говоря, к автоматизации. Как именно проходили какие-то, может быть, структурные изменения, чтобы совершилась автоматизация? Как вы выбирали информационную систему среди множества? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ну, прежде всего, нужно начать, что на сегодня у нас разработана и утверждена стратегия развития информационной технологии в компании. Мы действуем в соответствии с ней. И прежде всего, для того, чтобы выбрать платформу, необходимо было провести серьезные инфраструктурные изменения, которые в дальнейшем позволили бы нам выбрать оптимальное решение под наши СОДы, под наши РСПД, ну и так дальше. И хотя мы имеем серьезные компетенции в области САП, мы являемся исполнителями по внедрению информационно-управляющих систем на базе САП, это для Газпрома. Но выбор стал все-таки в пользу 1С, так как мы считали, что это будет оптимальное решение для нашего бизнеса. Прежде всего, это гибкость, да, это оптимальный выбор с точки зрения цены и качества, я так уж скажу. Спасибо, нам это очень приятно слышать. Ну вот, и принято было решение, да, делать внутреннюю автоматизацию на базе 1С. То есть мы, по сути, создали многокомпонентную информационную систему. То есть как бы общую платформу для внутренней автоматизации выбрали 1С, но в ней многие компоненты, да? Совершенно верно, да. А какие? Можно подробнее? Об этом, наверное, подробнее расскажу я. К многокомпонентной информационной системе мы пришли не сразу. При выборе архитектуры нашей информационной системы мы учитывали сложившуюся практику их использования в компании, то есть историю, какие исторические системы существовали. А также вместе с собой мы принесли некоторые принципы, в том числе и с фирмой 1С, которыми мы руководствовались. Это такие принципы, как фокус на людях, на автоматизации бизнес-процессов, на учитывание потребностей и пожеланий пользователей, их привычек и на использование многокомпонентного подхода. Наша многокомпонентная информационная система состоит из нескольких информационных баз на платформе 1С. Это ключевая фронт-энд-система, которую мы называем корпоративно-информационно-управляющей системой, в которой работает более 1200 пользователей. Она основная для большинства из них. Это практически типовые программные продукты бухгалтерии и зарплата. Это специализированные информационные базы для автоматизации конкретных бизнес-процессов, например, для управления конкурсами, для бюджетирования и так далее. Это многокомпонентная информационная система тесно интегрирована. Здесь необходимо упомянуть наше ноу-хау, как мы эти разрозненные информационные базы превращаем в одну единую систему. Мы используем специальную систему «Мозговой центр» для управления нашими бизнес-процессами. Фактически это 1С-документ-оборот. Мы считаем, что эта программа должна называться 1С-управлением бизнес-процессами. Благодаря использованию этой программы и этой архитектуры мы легко можем интегрировать новые системы в наш общий ландшафт, настраивать единые потоки контекста и управления. То есть все системы интегрированы с документ-оборотом, а он уже управляет общими бизнес-процессами. Через него, видимо, реализованы сквозные бизнес-процессы. Совершенно верно. Вы совершенно правы. Есть дополнительная интеграция для обмена контекстами между информационными системами. Это решение некоторых технических особенностей. Также в этот ландшафт интегрированы системы не 1С, такие как система контроля учета доступа, учета контроля трудовой дисциплины, благодаря которым любой руководитель в нашей компании знает, кто опоздал, кто слишком много бегает курить, кто работал в нерабочих программах и так далее. При этом данные сразу попадают в зарплату управления персоналом, я полагаю. Один из путь оптимизации, совершенно верно. Он не основной, но можем использовать. То есть система все видит и дает необходимые данные руководству, для того, чтобы каких-то сотрудников дальше развивать, а каким-то сделать замечания. Совершенно верно. Евгений, а вот можете еще рассказать о той системе, которую вы сделали самостоятельно на 1С и разработали под вашу специфику, потому что действительно специфика вашей компании уникальная. В чем была идея, что вы реализовали в этой системе? Да, я упоминал, что у нас есть центральная система, которая называется корпоративная информационно-управляющая система. Она построена на библиотеке стандартных путь систем 1С. Она является фронт-энд-системой для большинства пользователей. Да, именно в ней мы реализовали многие бизнес-процессы, многие подсистемы специфичные, необходимые для нашей компании. Такие, как, например, управление проектами, управление трудовыми ресурсами и так далее. Единое файловое хранилище, многое другое. Это мы сделали с учетом нашего опыта, полученного в том числе в 1С. Например, если говорить про управление проектами. То есть вы создали уникальную систему, с одной стороны, имея опыт разработки внутри 1С, передовой технологии, с другой стороны, библиотеку стандартных систем и понимание того, как это нужно бизнесу. У нас, конечно, не все компании способны нанять лучших звезд 2% с рынка и создать свою уникальную систему. Но тем ценеет этот опыт, и всегда есть выбор, что-то создать самому с нуля, то есть используя гибкость платформы, или использовать готовые решения, те же для управления проектами или для других задач. Мы крайне благодарны коллегам, выступали у нас на конференции в Сочи, что вы делитесь своим опытом, в том числе и с нашими разработчиками, с нашими пользователями. Это, в том числе, продвигает нас к пониманию требований рынка и к развитию наших продуктов, безусловно. И напомню, что люди уходят в рынок, опять же, уже с понятными технологиями, с понятными подходами. По сути, мы даем толчок, может быть, и для других компаний. Все-таки идеи никуда не деваются, они просто будут масштабироваться. Вот еще интересно, одно из последних внедрений — это внедрение 1С ERP. И вот можете рассказать, для каких задач этот продукт используется? Он у вас, получается, не как комплексная система используется, а для конкретного участка. Да. В прошлом году мы автоматизировали бизнес-процессы материального снабжения наших дочерных обществ, и сделали мы это с использованием 1С ERP. То есть в данный момент мы используем всего лишь одну подсистему для снабжения. Но сейчас у нас идут проекты по автоматизации нашего производства, на наших заводах, где мы также используем 1С ERP. Я думаю, к концу года нам будет что рассказать про это. Вот я как раз хотел спросить про заводы, потому что там же, наверное, тоже много чего можно оптимизировать, и по планированию снабжения, и графика производства. То есть ERP вы взяли одним участком, автоматизировали, и дальше потихоньку можете использовать весь заложенный в него функционал уже для большей эффективности. Совершенно верно. У меня вопрос, наверное, все-таки про первый проект, про комплексный. Какова его была длительность? Вот сколько времени от старта проекта до получения реальных результатов? Ну и связанный вопрос, наличие внутренней команды скорее помогает. Вы там что-то передаете консультантам внешним, или у вас полностью методология тоже вся внутри. Скорее ускоряет такие процессы. Ну вот ваша оценка. Все-таки очень важно было при создании корпоративной информационной управляющей системы иметь собственную команду разработчиков, потому что это не просто исполнители на сегодня, а это уже как будто твои бизнес-партнеры, то есть проводники твоих идей, которые должны понимать, слышать с полувзгляда, с полуслова. То есть вот наличие именно такой команды внутри является и локомотивом, и явно очень эффективно. Да, какие там, может быть, процессы можно отдавать на аутсорсинг, но тут нужно четко понимать, что, когда и за сколько. Так как все-таки продукт нематериальный, как раз если вдаваться уже в область цифр, то очень тяжело потом это все обсчитать. Поэтому, то есть только на конкретные задачи. А так как все-таки это автоматизируешь идеи, то надо иметь рядом людей, надежных прежде всего, да, и которым ты можешь доверить. Ну, которые, наверное, в том числе изучив ваши бизнес-процессы, сохранят ваши уникальные преимущества также внутри компании. Совершенно верно. Поэтому мы стараемся, да, в достаточной мере их стимулировать и держать в компании. Немножко уточню. Проект комплексной автоматизации длился у нас три года. Но самые первые результаты компания получила уже через месяц. Первую задачу, которую нам поставило высшее руководство, мы выполнили именно за месяц. Это автоматизировали управление поручениями. То есть теперь люди не бегали по коридорам, кабинетам с бумажками, а все поручения получали в электронном виде. Это позволяло эффективно управлять компанией. Это в документообороте или в вашей системе собственной? Первоначально это было реализовано в той самой самодельной системе, но впоследствии это было тесно интегрировано с функционалом документооборота. То есть сейчас это фактически документооборот. Создав, по сути, такие большие компетенции по 1С, можно сказать, внутренний центр компетенции по 1С, при этом имея рейтинг большой IT-компании на рынке, оказывающей услуги и другим, наверное, компаниям, есть ли какие-то планы по оказанию в дальнейшем услуг, по внедрению 1С-предприятия в других организациях? Да, этот рейтинг, который мы получили, все-таки он больше относился к компетенциям по внедрению САП. И непосредственно уже локомотивом и внутренняя автоматизация явилась, да, а также потребность и внешних пользователей, внешних заказчиков, которые, понимая, что идет все-таки программа импортозамещения, которую нам декларирует правительство, да, поэтому какие-то бизнес-процессы, конечно, начали переводить на внутренние ПО, и в частности это 1С. Поэтому, получается, и внутри развивая компетенцию, по сути, рынок сам предоставил нам возможность реализовать свои возможности и для внешних пользователей. Это вот один из моментов такой. Да, сферы деятельности у нас очень огромные и широкие, может быть, эта практика в структуре выручки, скажу таким термином, занимает небольшую долю, но мы понимаем, что для поддержания достаточного уровня компетенции наших сотрудников, конечно же, нужна серьезная практика, и мы в этом направлении, конечно же, движемся, предлагая свои услуги и внешним пользователям. Я дам одно уточнение. В данный момент ведется несколько внешних проектов, один из которых мы в ближайшее время должны закончить. Он как раз реализуется на 1С ERP. Здорово. Ну что ж, мы будем очень рады видеть вас среди наших центров компетенции, которые оказывают качественные услуги, уже пройдя это на своем опыте и понимая все возможные там сложности. На первых рядах рейтинга, безусловно. Первых рядах рейтинга. Мы вам искренне этого желаем. Может быть, какие-то пожелания тем компаниям, которые только приступают к автоматизации? Пару слов. Прежде всего хочу сказать, что от компании 1С мы ждем новых релизов. Все-таки мы готовы и дальше совершенствоваться, и дальше вместе с вами развивать должный уровень компетенции. И для компании, которая начинает автоматизацию, в принципе, очень важно для начала автоматизации все-таки посмотреть, какие бизнес-процессы у самой компании, детальных изучить. Потому что, как говорится, бардак автоматизировать – это очень сложно и бесперспективно. Хорошо, спасибо большое. Уважаемые телезрители, в эфире была программа «Айти-директор», наши гости из «Газпромавтоматизации» Евгений Гафаров и Дмитрий Никончук и ведущие программы Валерия Шленкова и Алексей Нестеров. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова